Друзья, всем привет! Я хочу сегодня показать вам, как у меня бывает при сборе семян кактусов. Вот я покажу вам, как я собираюсь семена астрофитумов и вообще, что я с ними делаю потом. Точнее, то, что я с ними делаю потом после сбора, я вам просто в теории расскажу, потом им отдельное видео сниму. Ну и сейчас, мне кажется, довольно интересно посмотреть на то, как выглядят созревшие ягоды астрофитумов. Вообще, они, когда созревают, они выглядят просто как такие плотные. Ну вот сейчас на этом покажу. Достаточно колючие шарики. И вот бывает даже отсыхают. Но мне кажется, это просто бутон засохший, но ягода выглядит примерно вот так же. А когда ты прощелкал момент и не успел ее вовремя собрать, то она вот так трескается и раскрывается, и получается, семена высыпаются наружу прям. Вот смотрите. Ну и если, в общем, прощелкать и в это время начать их поливать, ты теряешь все свои семена, потому что они смываются. И все. И прощайтесь, омушки. Я в этом году очень мало опыляю, потому что я в прошлом году опылял, опылял и насеял себе приличное количество этих кактусов, мне хватит. Вот, посмотрите. Забавно, согласитесь, что вот так выглядит ягодка. Растреснулась она, и семена просто лежат на макушке кактуса. Вот, посмотрите, варигатный. Здесь семян мало. Варигатный завязывает очень мало семян. Хотя, конечно, гимноколицимы варигатный завязывают больше, чем астрофитумы. Но все равно это крайне мало. Я покажу вам видео, сниму про посев варигатных семян кактусов, и вы посмотрите, какое ничтожное количество варигатных сеянцев получается. И вы поймете, почему эти растения стоят дорого. Потому что выход варигатных сеянцев крайне низкий. Ну вот, в общем, специальный инструмент, называется стаканчик. Емкость, точнее. А инструмент для сбора... Ну я или руками, просто пальцами эти ягодки собираю, или вот у меня пинцетик такой. Я пинцетиком собираю. Давайте приступим. Я семена все эти собираю, не подписываю, кидаю в кучу, потому что я их сей просто как семена гибридных астрофитумов. И потом уже на этапе, когда сеянцы подрастают, я себе выберу просто самых симпатичных. А от остальных, наверное, избавлюсь. Вот так. Где он? Вот этот вот еще тоже пестренький у него бачок. Главное делать все аккуратно, не спеша. Ягоды, скажу вам, на них такие нормальные колючки. И втыкаются они в кожу очень неплохо. Вон все мушка одного ускакала. Ну я об этом переживать сильно не стану. Кстати, схожесть у них тоже и жизнеспособность этих семян, даже вот своих, она получается больше, чем если их покупать где-то в другом месте. Потому что ты сам собрал семена, сам посеял их, предварительно промыл, и все. И у тебя, ты уверен, что они свежие, что они из красивых растений, которых ты сам напылил. Ну посмотрите, какие кабачки прелестные эти астрофитумы. И даже вот сильно не заморачиваясь с опылениями, помахал пинцетом или ватной палочкой, и все. Созревают семена быстро. Сходят семена астрофитумов тоже быстро. Причем, посмотрите, семена астрофитумов, они очень крупные, и их легко сеять. Посмотрите, вот это какой кабанчик, какой красавец. И, конечно, хочется таких кактусов иметь несколько штук. То ли на камни они похожи, то ли на свечки такие, знаете, ароматические, большие. Но мне очень нравятся астрофитумы. Цветы засохшие я кидаю сюда, потом их соберу, уберу отдельно. Вот. Сейчас соберем урожайчик. Первый урожай. Я, вот и говорю, в этом году не заморачивался, сильно их не опылял. Потому что кто-то говорит там, опыляй семена, потом продай, раздай. Но мне, честно, в лом вообще этим заниматься нет времени на это лишнего. Вон там тоже. Видите, ягодка открылась и отпала. Ну, фокус. Вот так. Здесь видно, что есть семена такие светлые. Они точно будут не всхожи. Но я их заранее не выбрасываю. Кто взойдет, потом тот взойдет. Так, ладно, откинем прям так. Смотрим. Вроде бы здесь все. А, вон тот еще. Кико. Вриегатненький. Вон, смотрите. Хоп. Ягодка лежит. Ну, тоже его пульнем. Цветочек уберем. Главное, чтобы потом все это или сразу их отмыть после сбора. Вот в этом стаканчике. Или так просушить, чтобы на них плесень не завелась. Потому что это будет лишний фактор риска. Что потом посевы могут схватить тоже грибок. А этого бы не хотелось. Ну, я говорю, у меня их вот кот наплакал этих астрофитумов. Всего ничего. Ну, когда есть хорошие экземпляры, можно просто пыльнуть и получить себе сразу там сотню-другую семян. И все, не заморачиваться. И быть уверенным, что у тебя семена с хороших растений. Посмотрите, вот я сейчас последнюю ягодку собрал. Посмотрите, какой красавец. Это же просто анзука мечты. Пусть он маленький, да, ну. И что вырастет. Цветут они вообще отлично. После холодной зимовки так они вообще вон постоянно в цвету. В том году я вообще напылил очень много всяких интересных и монстрозных, и варегатных. Я вам потом сниму видео про посевы, как они сейчас выглядят. Потому что уже сейчас видно, какие там пестренькие, какие не пестренькие, какие беленькие, какие супер беленькие. И, в общем, можно уже начинать их пикировать и выбирать себе самые интересные. Так, пойдемте на ту сторону. Посмотрим, что там вот с маленьких кактусов мы сейчас соберем. Здесь я вроде бы все собрал. Вот эти простые там орнатумы, орнатум нудумы. Я их не опыляю, потому что зачем мне простые какие-то. Я опыляю вот какие-то супер белые, культивары, варегатные, монстрозные. Да и то по чуть-чуть. Есть среди них, кстати, стерильные товарищи. И вот кто-то спрашивал, что почему там могут семена не получиться. Ладно, пока идем, расскажу. Вот вроде опыляешь, там перекрестное опыление, генетически разные растения, но почему-то семена не завязываются. Может быть, на самом деле... Так инструмент сложим. Стаканчик возьмем. Много причин, почему. Например, там высокая или низкая температура, не такая неподходящая влажность. Растение может быть само по себе стерильным. То есть пыльца у него не способна к прорастанию или что-то еще. Какие-то генетические нарушения или особенности. Особенно вот у всяких китайских там растений, после каких-то обработок чем-то. Факторов, почему у вас может не завязаться ягодка очень-очень много. Поэтому мы тут подходим просто берем количеством, грубо говоря, опыляем больше и получаем тогда какой-то результат. Еще будет интересная ситуация, когда у некоторых растений бутоны перерождаются в детки, потом цветут детки. Вот, видите. Это анзука кико. Это сеянцы. Интересные сеянцы. Они в девятках у меня, они третий год. И у них вот такие прям на ребрах, на теле идут трещины, из которых белый пух вырастает. И вот некоторые их бутоны переродились в детей, посмотрите. То есть можно отделить, и у тебя еще один экземпляр. Вообще кайф, скажите. Ну, можно какой-то оставить и не отделять. И он будет куча расти. И эти дети из бутонов, они сами вон цветут, цвели точнее. Но, видите, вот они не завязались. На них семена. Я сильно вообще не расстраиваюсь. Ну, не завязались, не завязались. И бог с ними. Я говорю, мне в прошлом году я просто этим прям плотненько занимался, опылял. И вот еще китайский мученик, ну, семушки мне дал. Коробочку. Полезай. Кузовок. Вот и вся любовь. Еще смотрите, вот эти друзья, большая часть, которые особенно цветные, эти товарищи у меня из Таиланда, из Китая. Я их покупал снятыми с прививки и сам вот укореняю уже третий год. И какие-то колбасицы. Просто некоторые укореняются, потом сердцевин у них выгнивает, еще какие-то проблемы. Кто-то сморщился, кто-то там корни скинул, кто-то там корни дал. И, в общем, бывает вот, смотрите, какие казусы. На нем вот и следы от грибка есть. Еще он приехал такой несчастный. Весь я его обрабатывал, он весь сдулся. Очень красивый. Но видно, что в середине его, он, скорее всего, вообще в середине, в центре или сгнил, или как-то что-то. Но какие-то живые части его остались и так хочется жить, что он дал детку. Поэтому кактусы живучие ребята и жить захотят не так раскорячиться. Вот такие, друзья, тоже сняты с подвоев. Видите, третий год они пытаются укорениться, коматозят. Еще когда они на этот вот треугольник гилоцериус привиты, их снимают, когда с подвоя прям счищают мякоть, оставляют сердцевину центральную жесткую, из нее вырастают корни гилоцериуса этого. Ну вот эти вот, чупа-чупсы. И потом только тебе остается молиться, чтобы корни эти не сдохли, палка, которая сердцевина не загнила и кактус не гикнулся. А такое, я вам скажу, сплошь и рядом встречаются, но это дешевые растения. Их имеет смысл купить, вот так вот опылить. Они даже, кстати, бывает цветут вообще без корней, просто за счет того, что у них есть внутренние ресурсы, сила, которую они набрали, будучи, сидя на прививке еще. И вот они за счет этих сил по инерции еще цветут, а потом дружно погибают. Или не погибают, а просто засыхают, не укореняются. Хотя вот у меня теплица, хорошие условия для них, грунт хороший, горшки маленькие. Но я вот лучше переплачу, условно говоря, намного дороже куплю корни собственные растения изначально, которые никогда не были привиты, растущие просто на своих корнях изначально. И это будет совсем другой уровень, ребята, совсем другое качество растений. Потому что мучатся снимать их с прививки, это просто кот в мешке, я вам скажу. Да, это растение будет дешевый, да, это растение там без проблем, не жалко потратить на него там какие-то деньги. Соответственно, вы получите дешевое растение, дешевый материал, некачественный. И люди, которые продают такой материал, они не дураки. Они продают его дешево, зато продают их много, потому что вырастает такой скулак за год и на прививке огромную, на длину, и все, он срезает и с кусочком вам по двое продает. А дальше уже вы сами с этим играетесь. А вот такой уже размер, соразмерный прививки экземпляр корни собственной будет много лет коматозить, расти потихоньку там тык-пык, тырь-пырь. И, в общем, поэтому стоите за ним на дольше даже, грубо говоря, ухаживать, и он не может стоить дешево. Поэтому я выбираю, честно говоря, разный экземпляр. Вот я взял и таких, и сяких. И, в принципе, сейчас для себя понимаю, что я буду покупать только корни собственные растения, дорогие, пусть я лучше больше заплачу, но получу качественные растения и не будут вот этих вот моих там напрасных усилий, что я ковыряюсь три года и в итоге растение погибает. Да, оно дает мне семена, ну, а толку? Конечно, хотелось бы, чтобы и само растение жило, семена тоже неплохо, но и когда и растение семена, то еще лучше, согласитесь. Поэтому лучше либо купить такие вот неочищенные гелоцириусы, вот такие на ножках, чтобы жили эти кактусы прям, то есть, сами прививки, и использовать их чисто как доноры семян или детей, они многие деткуются неплохо, и этих детей можно укоренять, тоже получать растения. Вот так. Сегодня мы собрали урожай семян с астрофитомов, такой скромненький, но мне этого вполне на этот год достаточно. Пару горшочков посею, посмотрите, видно, что светлые, скорее всего, это не жильцы, а темный, жирненький, гладенький, вообще огонек. Так. Что я вам хотел еще показать? Да, в общем, вот дозревают ягодки ариокарпусов, вот на Годзилочи ягодка созрела, надо тоже ее собрать, и все будет в ажуре. Посеем Годзилочи, и уже не за горами будут вриегатные ариокарпусы. Всем привет из моей теплицы в этот дождливый денек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, переходите по ссылочкам под видео, пишите, что вы думаете вообще о кактусах, как лучше получить вриегатные экземпляры. Может, у вас свои какие-то способы, например, семена замачивать в антибиотиках, и после этого получаются тоже там всякие интересные мутанты. Может, кто-то такое что-то проделывал и поделится со мной какими-то своими успехами. Лучше успехами ничем не успехами. Все, друзья, всем счастливо, до новых встреч, пока!